Совет Федерации на заключительном заседании в уходящем году одобрил приостановку действия договора о зоне свободной торговли с Украиной. Такое решение потребовалось, чтобы защитить российских производителей. Уже с 1 января в нашу страну мог хлынуть неконтролируемый поток товаров из Европы после вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В эти минуты заседание продолжается. Повестка насыщенная, более 100 вопросов. Один из наиболее важных — продление программы материнского капитала. Эту инициативу, напомню, выдвинул президент в послании Федеральному собранию. Кроме того, сенаторы обсудят продление срока легализации активов, которые были выведены за границу. В целом, минувшая сессия, по словам председателя палаты Валентина Матвиенко, была насыщенной и продуктивной. Сенаторы одобрили более 200 законопроектов.